Привет, я Кая, твой учитель рисования. Сегодня мы будем говорить о штриховке. Прежде чем начать, необходимо понимать, для чего она нужна. Это не просто прораскрасить. Главная задача штриховки передать объем и конструкцию предмета. Когда я училась в университете, мой преподаватель по рисунку выдавал нам рентгеновское зрение, с помощью которого мы должны были видеть все предметы насквозь и видеть всю их конструкцию. Так вот, это я к тому, что мы с вами, художники, видим чуть больше, и наша с вами задача показать это остальным через свои рисунки. Начнем с правильного штриха. Слева мы видим штрих, который в начале и конце имеет легкое нажатие и максимальный нажим в середине. При штриховке одинаковые ровные штрихи располагаются примерно на одном расстоянии. При наслаивании друг на друга под небольшим углом образуется равномерное покрытие без швов. Характерным признаком того, что вы делаете все правильно, будет появление длинных вытянутых ромбиков между штрихами. Справа мы видим типичную ошибку новичков, когда линия одинаковой толщины с запятой на конце. Такой штрих смотрится грубо, а при покрытии больших поверхностей будет выглядеть грязновато. Также стоит обратить внимание на наслоение штриховки. Угол не должен быть большой, не стоит рисовать решетку и явно видимые швы. При работе таким способом больше будет похоже, что ваша работа зачирикана. Также при рисовании не нужно держать карандаш со всей силой, напрягая пальцы и кисть. Рука должна быть расслабленная, иначе штрих будет очень короткий. Также не нужно стриховать очень медленно. Лучше делать это быстрее, так получится меньше ошибок. Теперь на примере шара мы наглядно видим, что значит штрих по форме. Ранее я говорила про конструкцию, так вот, шар круглый со всех сторон, и если бы мы его строили для академического рисунка, то вписали бы два эллипса в него. Таким образом, словно из проволоки, обозначив его объем. И если штрих повторяет эту форму, то мы понимаем, выпуклый предмет или вогнутый. Это подсказка. Так мы помогаем зрителю понять, как воспринимать наш объект. То же касается и поверхностей. Не стоит горизонтальный стол штриховать вертикально и наоборот. Сама природа подсказывает нам, как должен ложиться штрих. Если есть сомнения, можно просто потрогать предмет. Например, возьмем мой рисунок таксы. По ушам идет не спадающий штрих, как наша рука, когда мы гладим собаку. На мордочке штрих также закрепляется внутрь. На рисунке глаза тоже видно, как он идет. Не хаотично, а точно повторяя изгиб плоскостей, которые его образуют. Теперь я хочу показать наглядный пример того, как штриховка может искажать действительность. Два одинаковых треугольника. Один из которых стоит, потому что изображен на горизонтальной поверхности. И наше восприятие уже усвоило то, что земля, стол, все эти поверхности горизонтальны. Оно привыкло так мыслить. И поэтому второй треугольник для нас висит в воздухе, либо воткнут в какие-то палочки. Также я хочу добавить, что если у вас большой формат, не нужно рисовать метровые штрихи. Для этого постепенно, небольшими, маленькими движениями с нажимом в середине. Наслаивайте друг за другом слои и получится очень красиво. Итог. Упражняйтесь. Возьмите лист бумаги и просто пробуйте. Начинайте работу без сильного нажима, но очень мягким карандашом. Например, H, HB, B. Чтобы не было скучно, можете нарисовать круг и постараться сделать его объемным. У вас все точно получится. Главное пробовать и тренироваться. Если не будет получаться, то пишите в комментариях, я помогу.